В Самаре прошел баскетбольный турнир на призы Ольги Артешиной. Заслуженный мастер спорта России проводит эти соревнования уже в десятый раз. И первый в новом спортивном комплексе. Что стало приятным подарком для участниц, узнал Антон Вашурин. Через весь турнир на призы Ольги Артешиной до финала добрались две самарские команды. И обе из школы Олимпийского резерва номер 13. Фаворитками были те, кто постарше. И хотя соперницы постарались навязать борьбу, девочки в белой форме подтвердили свой статус. Выиграв матч и главные награды. Приз лучшего игрока соревнований получила Олеся Бунцева. Но она считает, что это стало возможно только благодаря одноклубницам. Я считаю, что мы достойная команда. Мы достойны занимать первые места. Они все очень добрые. Мы очень сплоченные. Друг другу всегда помогаем. Всего же на турнир, который заслуженный мастер спорта России Ольга Артешина проводит уже десятый раз, приехали шесть команд со всей Самарской области. Помимо столицы региона были представлены Тольятти, Алексеевка, Новокуйбышевск и Клявлино. Если есть возможность, почему-то не сыграть в хорошем зале, не показать тем же девчонкам из глубинки, которые никогда, может быть, не играли в таких паркетах, не скучали там хорошим мячом по хорошему полу, то, конечно, хочется сделать все максимально, как бы, наилучшее именно для детей. В этом году турнир впервые прошел в спортивном комплексе «Молодежный». В областной федерации баскетбола отмечают значимость новых спортивных объектов для развития детского спорта. За последние годы у нас очень многое сделано для развития именно материально-технической базы. В том числе, вот, два года назад сдан был вот этот спортивный комплекс. Один из лучших спортивных комплексов, где вот именно заложен вот это покрытие, значит, которое имеется здесь. Это лучшее покрытие для игровых видов спорта и, в частности, для баскетбола. Только три команды получили кубки и медали, но приятным подарком для всех девочек стала фотосессия с трехкратной чемпионкой Европы. Антон Вашурин, Александр Каракулько. Новости губернии.